МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Учителями названные вроде. Какие мы к чертям учителя, когда торчим шестерками в колоде у голова, по сути, короля? О судьбе российских учителей и нашей системе образования мы сегодня поговорим с автором этих пронзительных строк. У нас в гостях победитель конкурса «Учитель года» в 1993 году, заслуженный учитель России Олег Парамонов. Олег Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть в нашей студии. Вы даете мастер-классы по всей нашей необъятной стране. К нам вы тоже приехали нести разумное, доброе, вечное. Каковы главные темы ваших выступлений? В данном случае у нас тут профсоюзы всем руководят. Вот только что буквально я закончил свои выступления в педагогическом университете. Юрий Павлович меня туда любезно пригласил. Абсолютно великолепные филологи, с которыми мы поработали два часа. А затем у учителя были ваши преподаватели, не только филологи, различные. И тоже самая беседа. Понимаете, это просто необходимо, потому что как аккумулятор заряжаешься от масс и желаешь вот все то, что есть в тебе лучшее, подарить людям. Знаете, как Оскар Уольт однажды очень хорошо сказал, что плохой учитель излагает, хороший учитель объясняет, великолепный учитель показывает, а выдающийся, великий учитель вдохновляет. Я нисколько не претендую на звание «Великого учителя», но цель моих вот этих встреч – это вдохновлять учителей, которые сами по себе профессионалы, чтобы что-то, может быть, лучшее они от меня взяли, что-то лучшее я от них, и мы шли вместе дальше, вперед. Есть убеждение, что конкурс «Учитель года» на самом деле лучшего педагога не выявляет, в крайнем случае повышает престиж преподавательской учительской профессии. Это не беспочвенные мысли? Не беспочвенные, конечно, совершенно верно. Лучшего педагога трудно определить, может быть, он просто смущается выйти на сцену, вот давать мастер-класс. Это очень сложно. Но все-таки, понимаете, там миссия победителя – это не только преподавательская деятельность, но это еще, ну, помните, как в свое время Семен Давыдов говорил, «Спашу десятину, с четвертью при фонаре я буду копать, а вспашу, иначе позор всему рабочему классу». Так вот, за лучшим педагогом будет стоять рабочий класс, ну, в общем, все педагогики России, поэтому надо их будет представлять еще не только в школьной аудитории, но и вот на телевидении, как это сегодня, в аудиториях различных вузов, и не только нашей страны. Поэтому он, наверное, определяет, какую личность, которая сегодня востребована, и которая во время этого конкурса оказалась, может быть, более выдержанной, менее сдержанной, в смысле более раскрытой. Ваш педагогический опыт не имеет границ. Вы преподавали, преподаете и в обычных российских школах, и при посольствах за рубежом, даже заключенным вы преподавали. И всюду успех. В чем секрет? Ну, наверное, как всегда, в личности учителя. Понимаете, как когда-то Маяковский однажды присутствовал на репетиции своей пьесы «Клоп», где Мирхольд пригласил совершенно молодого Шостаковича. И когда Маяковский вошел, Мирхольд представил, говорит, а это вот Дима Шостакович. И Маяковский протянул ему два пальца для рукопожатия, на что Шостакович ему протянул один палец. Тогда уже Маяковский протянул свою ладонь, сказал, Дима Шостакович, вы далеко пойдете. То есть я к тому, что нужно всегда везде оставаться самим собой. И если даже во время конкурса, пусть на тебя они давлюют авторитеты жюри, а во время преподавания зэками надо забыть, кто они такие и так далее. Это твои ученики. То есть быть самим собой, знать свой предмет и постараться сделать так, чтобы этот предмет полюбили другие. Ваши заслуги признали на самых различных уровнях. После такого масштабного признания нет соблазна уйти из средней школы, где вот эта рутина, начать двигать крупными общественными процессами, стать министром образования в конце концов. Вы знаете, в свое время министром образования предлагал быть моему земляку Алексею Константиновичу Толстому, император Александр Второй. Он говорит, не трогайте меня, я не чиновник, я поэт. Поэтому у каждого должно быть свое кресло и свое место. Нет, у меня никогда не было тяги. Хотя даже вот в 81 году, когда моя мама директор школы и мой учитель, она тоже словесник, собиралась уходить на пенсию и говорит, а вот давайте вот сын, преемственность. Нет, не надо. То есть я в 81 году еще мог задолго до конкурсов стать директором школы, но я понимал, что это не мое. У каждого своя ниша, у каждого свое место. Я с ней определился, я учитель. Я помимо этого сейчас еще профессор Брянского университета. Я преподаю там студентом. И плюс остаюсь учителем нашего лицея имени Александра Сергеевича Пушкина. И мне это удовлетворяет. Министрами пусть будут другие. А в принципе вы знакомы с министрами образования? Ну конечно, да. И с нынешними, и с прежними. И очень надеюсь, что еще и со следующим тоже буду знаком. Вам неизвестно, министр образования, которые сейчас, которые были прежде, они каким-то образом отслеживают реакцию россиян на их реформы и нововведения всякие интересные? Мое мнение, что делается им это с трудом. Потому что в последнее время как-то министры больше отслеживают тот процесс, который может привести к их смещению. И как-то мало интересуются тем, что действительно происходит в образовании. Вот интересная штука, что вот нынешний министр образования Ливанов, что бывший Фурсенко, что его предшественник Филиппов, все они по образованию физики, математики. Чего в министра образования не берут гуманитариев? Ну, считается, наверное, что лирики более эмоциональны, что физики, они как-то все будут взвешивать. Но вот с этими физиками появляются йогурты и договора. Вот что страшно. Да, да, это страшно. Поэтому лирики и пытаются как-то пробиться вот туда, на Олимп, который занят физиками. Но вы знаете, они как-то, помните, у Райкина хорошо устроились ребята? Вот, ребята хорошо устроились, поэтому они не подпускают. На свои высоты. Как вы относитесь к ЕГЭ? Он не превратил экзамены в викторину-угадайку? Не, ну что? Ткнул несколько вариантов. Я с вами лишь совершенно согласен. ЕГЭ с самого начала мне не нравилось. Уже хотя бы аббревиатура сама по себе. Тут и ЕГЭ, бабушка, которая, да, да, и все прочее там. Я тогда еще почувствовал. Или ЯГО, тоже вы помните, из Отелла. Да. Тоже нехорошо. Но ничего, мы смирились. Кто-то приспособился к этому. У меня есть масса выпускников, например, Юра Сипенев, преподаватель блистательный в Питере. Он, как и я, заканчивал Герцоговский институт, мученик. И я недавно с ним беседовал по поводу ЕГЭ. Говорю, ой, Юра, это ж невозможно. Он говорит, не надо, Олег Геннадьевич, не надо. Нам это уже нравится. Это напоминает анекдот, когда человек сидит, кряхтит, у него спрашивают, ты чего кряхтишь? Я сел на гвоздь. Так с Леснева, не надо, я уже привык. Совершенно правильно. Это вот эта история. Ему уже уютно стало на этом гвозде. Тем более, он уже знает точно, что если даже у него ничего не будет, хотя бы гвоздь останется. Вот недавно изумление, новый предмет, русская словесность называется. Старшеклассникам предлагается изучать русский язык и литературу на одном уроке по одному учебнику. Вы, как преподаватель, именно этих предметов как к этому относите? Как смотрите на это чудо? Доверяйте почаще талантам, чтобы вас не расстроил итог. Нестандартный урок по стандартам, вот успешной реформы залог. То есть, когда мы о стандартах говорили, я говорю, да, стандарты не всегда удовлетворяют. Но пусть они будут, подходите творчество. Все равно в школе всегда все будет решать учитель. И даже если нам введут эту словесность, мы все равно останемся учителями, которые будут преподавать литературу как литературу, а русский язык как русский язык. Он, конечно, нужен, например, в старших классах, как, ну, возможность проводить работу с ошибками, сочинения и так далее. Но литература будет пересвенена. Мы к этому приспособимся. Все равно, чтобы мы не говорили, это, скорее всего, ведут. Хотя я считаю, что это очередная глупость. Ну, что поделаешь. Это не явится губительной мерой для обоих предметов? Это не явится губительной мерой для обоих предметов, если преподаванием этих предметов будет заниматься талантливый словесник, который сумеет сориентироваться. В конечном счете все зависит от педагога. Все зависит от педагога, да. Новая зня. Я сегодня прочитал в новостной ленте. Вице-премьер Сурков выступил с инициативой ввести обязательный экзамен по русскому языку для всех чиновников. Он сказал, мы гастарбайтеров проверяем на знание русского языка, а нам, слабо, чиновникам, вот он сейчас продвигает такую инициативу. Как вы думаете, стоит? Стоит. Это очень хорошая инициатива. Я буду очень рад стать репетитором какого-либо чиновника. Коль скоро нам навязывают стобальную систему оценок в ЕГЭ, как вы по стобальной системе оцените систему сегодняшнего образования? Ну, наверное, 50-50. Да. Чуть выше 50 или чуть ниже 50? Пока чуть ниже. Но надежда есть. Но надежда есть, что будет чуть выше. Одной надеждой и живем. Конечно. Вместо послесловия не прочитайте нам одно из своих стихотворений в качестве эпилога. В качестве эпилога, да, хорошо звучит. Ну, пусть это стихотворение будет не столько эпилогом, сколько, наверное, прологом всему нашему учительству. Живу, надеясь на одно, что все же хватит сил. Начав однажды с ноты до, закончить нотой си. Одни, как листья в сентябре, слетают не спеша. И вот уже на ноте ре расстроилась душа. Предупредительно строфа звучит на ноте ми о том, что будет нота фа. Увы, не о любви, старательно вживаясь в роль, предчувствую не зря, что оборвут на ноте соль несыгранная ля. И все ж, надеясь на одно, молю на грани сил, чтоб кто-нибудь, начавшись до, закончил нотой си. Красота какая. Марк Твен однажды сказал, я никогда не позволял, чтобы школьные занятия мешали моему образованию. Мотайте на ус. С нами был заслуженный учитель России, профессор Олег Парамонов. Олег Геннадьевич, спасибо огромное за беседу. Спасибо вам тоже. Спасибо, Алексей. Редактор субтитров А.Семкин